Курганская область И очень эта ярмарка помогала тогда, полторы сотни лет назад, жить и развиваться люду здешнему. Это ж надо такому быть. В крестовские выселки на ярмарку в середине 19 века привозили товаров более чем на миллион рублей. Это помогло крестам официально стать селом уже в 1857 году. И уже через два года торжок был переведен в статус ярмарки, которая получила название Ивановской и занимала третье место в России после Нижегородской и Ирбитской. Вот уже где господа негацианты развернулись. Всего 20 лет прошло с тех пор, как торжок стал называться ярмаркой, а уже товаров стали привозить на сумму более 10 миллионов рублей. И это при том, что в ту пору на пятак можно было купить коробу. Здравствуйте, гости дорогие! И почтенные, и молодые! Старцы молчаливые, и мальчишки шумливые, и барни плавные, и девчонки славные! Да ребята удальцы, веселые молодцы, да мужчины усачи, дедушки бородачи! Ой, зачем ли мы попали-то, а? Ой, а правильно ли мы все услыхали-то, а? Ой, здесь ли ярмарке Христоско-Ивановской быть? Здесь ли нам товары свои спыть? Да на вырученные деньги и чаю с пряниками попить? Да, почтеннейшие господа, мы пожаловали сюда, но торгуют у нас честно в сей Христоско-Ивановской ярмарке известно. Ох ты! Так вы ж в честности-то нашей за ней извольте и сумливаться, да наш род куфетческий с незапамятных времен вот на этой ярмарке-то торгует, Так ведь еще до пожалования ей государевой грамоты в 1877 году, ой, господи! Так ведь лавки-то наши, вон она с гусями, с лошадьми, с керосинами, с валенками, да совсем на свете по правую руку От московского купца Савы Мамонтова стояли, по левую руку подпирали лавки купца самого Санкт-Петербурга, Георга Эйтлингера, вот, да нет это... А ведь верно, Марфа Ивановна, ты молвишь-то верно, помню, как вот к нам приехали сюда на ярмарку-то, более тысячи купцов до разных торговцев, а может даже более десяти тысяч, а с ними и иностранцы были, так вот мы с каждым иностранцем-то на ручку здоровкались и товаром обменивались. Так вот как не здоровкаться-то, ну вот оно вот как не здоровкаться-то, когда вот они-то иностранцы, купца нашего, опытного да наследного, вот издаля определяют не то, что некоторые. Ой, да ты вспомни, Семен Иваныч, как тятенька-то твой говорила, каждый купец себя уважающий, торговлю за годы готовь, чтобы уже к празднику святому усекновения главы Иоанна Претечи торжок обустроить, торжок обустроить у храма возле деревни Кресты, Маслянской волости в 27 вертах от Шадринска. Вот и порешили нынешние отцы земли Зауральской, озабоченные оскудением богатых когда-то земель, а почему бы не вернуть все на свое место? Конечно, шубами, кожей и транспортными средствами здесь сегодня вряд ли будут торговать, как ранее, но ведь есть масса других, востребованных сегодняшним покупателем товаров и доступных для местного производителя. Завод образован 1972 года, называется Целинный сыродельный завод, вырабатывает сыры Россия, твердый Голландия, сыры натуральные, без ГМО, ГМИ, в нем кроме сыра ничего нет. Можете попробовать, продегустировать. Также мы вырабатываем масло топленое и масло растительное. Из сырья Целинного района, из подсолнечника, очень популярное, пользуются большим спросом. Предприятие занимается производством хлеба, хлебоволочных изделий, переработкой мяса, солением рыбы, ну и разные другие кондитерские изделия. В этом году мы участвуем на ярмарке впервые, так что интересно, очень хорошо проходит, начало, по крайней мере. Дальше будет видно, что будет представлено еще. Как вам размах сегодняшнего мероприятия? Ну, размах, естественно, хороший, большой размах. Приятно посмотреть, что представляют районы, хозяйства и прочие другие предприятия и все, кто сегодня участвует. Ярмарка, 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 звонкая и яркая, как душа моей России, как моя душа. По конвеку наш населенный пункт славится тем, что мы выращивали хлеб всегда. Хлеборобы у нас, хлебопашцы. В настоящее время у нас самое, можно сказать, большое предприятие Шадринского района. Это ООО «Рассвет» по выращиванию хлеба. И еще у нас сейчас это ИП, ну мы их называем индейкой. Вообще это четыре крестьянско-фермерских хозяйства по выращиванию индюков. Ездим, потому что это интересно, весело. Ну и поучаствовать, себя показать и на людей посмотреть. Сегодня на Крестовской ярмарке мы представляем город мастеров, который базируется на мебельной фабрике. То есть здесь у нас основные промыслы, это идет шадринская роспись, берестяная мастерская, честа и мастерская горшения. То есть все товары уникальные по-своему. Все изготовляются здесь в Шадринске, берестяные изделия. Потом шадринская роспись, которая была восстановлена в прошлом году. Потом шадринская игрушка, изделия горшений по гончарному искусству. Все изделия сами по себе уникальны. Сама ярмарка очень значимая, то есть традиции нужно, как говорится, поднимать, восстанавливать и все это развивать. А там, глядишь, и торговцы дорогим товаром подтянутся, узрев выгоду. Ведь не случайно в первой половине 19 века обнаружили крестьяне на окраине своего поселения у березового пня икону усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Словно сам Всевышний указал, что место это благословенное. Там же был обнаружен и родник с чистой прозрачной водой. Сегодня в напоминании этой красивой истории, передаваемой из уст в уста, на берегу речушки мостовки построен колодец. Организатор возведения знакового объекта пояснил, что колодец обязательно станет еще одним местом притяжения людей. Он построен усилиями многих шадринцев, а также сельчанами Маслянки и Верхозина. Когда люди вносят капельку своих сил в какой-то объект, они начинают его ценить, они, может быть, даже гордиться им начинают. Но и объединением общих усилий, на примере этого колодца, мы еще раз почувствовали, что можно достичь очень многих результатов. Главное – объединяться в достижении каких-то интересных, позитивных целей. Столбы из крестовского храма – это опоры старого пола. Они там не пригодились, мы им дали вторую жизнь. То есть вот этим столбам более сотни лет, крыша из осины, она, когда состарится, приобретет такой серебристый цвет серебра. Будет все так красиво, с налетом времени. Ну и здесь место очень красивое. Я думаю, здесь со временем появится такой ландшафтный парк, который будет притягивать людей. Думаю, в ближайшем будущем здесь мы сделаем купель, чтобы можно было после освящения колодца купаться и обливаться водой. Пусть это место будет маленькой достопримечательностью возле храма. На месте, где была найдена икона Иоанна Предтечи, сначала люди поставили крест высотой в несколько сожений, что дало название деревни. А как только разрослась она, до гостей на ярмарку стало пребывать невидимо, так и церковь понадобилась. Уже в 1872 году состоялось освящение храма Иоанна Предтечи, построенного едва ли не за одно лето. Ныне Крестовское снова деревня, а до 1918 года она была растущим селом. Но ведь после этого и до 2012 года его только разрушали. Первая мировая война, революция, разорили храм, но, к счастью, не до основания. Установление советской власти, Великой Отечественной войны, перестройка тоже не пошли на пользу ни храму, ни деревне. Похоже, эти лихие годы хотя бы для храма в деревне Крестовское закончились. Самое главное, что мы сделали, это произвели штукатуривание храма внутри. Храм стал белый, сменилась акустика, появился новый звук, стало намного чище. Сейчас, буквально в эти дни, перед ярмаркой изготовили строители крыльцо, продолжают, это еще не закончено. Также появились новые иконы в храме, ну и самое главное, что приходят люди. То есть, количество прихожан возрастает. Может быть, какой-то вклад это вносит и ярмарка проводимая, но в большей степени это, конечно, молитва людей. По молитвам людей происходят и восстановительные работы, приходят и благодетели, и таким образом и происходит возрождение этого храма. Он Божий, и это храм всех людей, и поэтому он должен возрождаться, как и любой храм. Этот, в других селах, должен возрождаться всем миром. Как они строились всем миром, так же они должны возрождаться именно всем миром. Поэтому, я думаю, что с Божьей помощью у нас все это получится. Многие из вас внесли свой посильный и непосильный вклад в восстановление храма. Наша задача, чтобы это ничего не было скрыто, чтобы это все люди видели. Вот, это и крыльцо, это и купол, в котором буквально в прошлом году у нас стоял еще один каркас. В этом году он у нас уже обставший золотым железом. Это тоже не без вашей помощи произошло. Пройдем в храм. В храме вы увидите, как преобразился он и внутри. Храм встретил желанных гостей чисто выбеленными стенами, очищенными от разрушенной штукатурки сводами и потускневшими от времени, но сияющими изнутри фресками, которые с большой любовью оберегаются служащими и грамотно вписываются в современный церковный интерьер. А раз все началось чудесным образом найденной иконы, как гласит легенда, а может и не легенда, обратного не доказано, то и решение начать возрождение села и ярмарки с храма, как говорит отец Константин, дело верное, богоугодное. Понимают это и представители власти. Глава Шадринской районной администрации Владимир Осокин подарил храму икону с вседержителем, в которой, как пояснил настоятель, дух святой пребывает. От губернатора области Алексея Кокорина отец Константин принял в дар икону с изображением Господа крест несущего на Голгофу и пояснил, что у каждого из нас свой крест в этой жизни. Восстанавливаем не только добрые, хорошие традиции к Ивановску и Армарку, но и по нынешним временам, очень хорошим темпом, мы постараемся сделать все в этом, чтобы остановить это святое место, этот храм. Я думаю, что все те насильные пожертвования, которые каждый может положить, для того, чтобы этот храм в ближайшее время восстановить, люди сделают. Эти благие дела никогда не будут забыты. Самое главное, чтобы это происходило от души, а не на играх. Это самое, на мой взгляд, важное и ценное. Поэтому огромное всем спасибо за понимание, за поддержку, убежден, что в Божьей помощи и общей усилий, мы обязаны остановить только Христовское Ивановское вероятное. Лишь ближайшие селы, но и это святое место, замечательное и очень важное храм для воспитания духовности, нравственности наших населений. А когда есть разное духовное воспитание, присутствие нашего русского духа, хорошего смысла слова, мы можем сделать очень многое на благо развития нашего нового заболевания. Нет теперь огромной Пермской губернии, Шадринского уезда, к которому относилось село Крестовское, затмевавшее своим величием другие деревни. Сегодня она входит в состав Верхозенского сельского совета, Шадринского района Курганской области. В ней живет не более десятка человек, и это не мешает каждое лето, как и более века назад. Под сводами храма Иоанна Предтечи вновь объединять жителей окрестных сел и приехавших издалека гостей. Окрестности оглашаются ярмарочным шумом, нарастающим от года к году. В 2015 году торжественно поднять флаг ярмарки было доверено старожилу села, который с мальчишества начал трудиться на земле, пахать, баранить, баранку крутить. В 20 лет уже руководил фермой. Был октябренком, пионером и комсомольцем, успел и повоевать. Пришлось защищать свое село во Вторую мировую. Понял старожил, чтобы село спасти, нужно церковь защитить. Крестовская и Ивановская ярмарка объявляется открытой! В те годы разрушение все время было, что-нибудь ломают, ташат, да все. Я все время ходил, где кого увижу, начинаю поругать. 36 лет тому назад у меня умер отец. И через 36 лет мне приснился сон, что кресты, значит, отродятся. И просто вот такой, ну, как куст, я бы его так вот приподнял. Корни все такие, я смотрю на них, вот так вот глядел. Я даже мог показать, где какие раньше постройки. Самих-то не видел. А вот тут вот, где сейчас этот склад у нас, ну, называется. Тут двухэтажное здание было, крыша уже с него была снята. Как мы все лазили, называли ее почтевкой. Я понял так, что раньше была тут почта. Здесь вот за этим, за церковью был банк. Тут был даже. Все. Сейчас в деревню перевезли, потом, где батюшка жил, в деревне этот перевезли. Мало стало ходить народу, его в деревню перевезли. Там как монастырем уже назывались. Пироженский монастырь хотели сделать. И вот с этого началось. Женщина, она начинала это все дело приобретать, как женский монастырь будет. Она начинала, значит, тут и шифер, кирпич, все, значит, приготовлять. Я своим детям сказал, так они родственники, так они надо мной смеялись. Я говорю, дело ваше, лишь бы я своей душой верил этому. И впоследствии скажу, что, напоследовало. Это должно получиться в 91-м году. В 91-м году пошел я, я говорю, в 2091 году. Это сколько пройдет еще. Чтобы раз это все получилось. Я говорю, мне бы охота было посмотреть, как оно, это село, как люди тут будут. Ну все, встретимся с вами через год на следующей ярмарке. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, дай Бог. Около 10 тысяч участников ярмарки приехало в 2015 году из 35 сельских советов. Сельчане от всей своей широкой души показали культуру своих сел, современный быт, особенности сельской кухни. Высокие гости обошли все выставочные площадки, попробовали столько, сколько могли, оценив товар. На этой крестовской ярмарке участвуем третий год. Третий год. И каждый год мы стараемся привезти что-то новое. Вот нынче мы решили привезти именно, мы же мусульмане, татаре, у нас вот именно конную сбрую. У нас были свои умелцы. И именно наши умельцы, которые они своими руками из сарамятины делали, вот пылили вот такие, можно сказать, произведения искусства. Вот это конная упрошь, это вот передник для лошади, шлея, узда, вожжи. Тоже это все плетеное, все вручную. У нас их было двое. Один из сибирков, Курмангалиев Шавали, вот фотография у него слева. И второй вот, они оба участники Великой Отечественной войны. И второй, который есть в Юлдусе, это Иш-Мухаммедов Валь-Мухаммед. Вот они двое, не только они у нас плели у себя на родине, они по всей округе ездили. То есть их приглашали, они всю зиму плели, то есть делали конную упряжь для свадеб, на тройку они делали. Потом вот обычно выездные лошади, обычно раньше все ездили на лошадях, и председатели колхозов, и управляющие, и бригадиры. То есть они вот эти именно применяли вот такую вот конную упряжь. Она всегда, она ценилась, славилась. И, ну как, свадьба опять же, не без колокольчиков. Вот дуги, у нас вот сколько их, 31 колокольчиков. Все они у нас звенят, слумят, то есть они все у нас здесь клюши. Уважаемые почетные гости, сегодня, в день проведения областного съезжего праздника эстафетовиков, мы с вами являемся свидетелями еще одного важного события. Открытие музея Крестовско-Ивановской ярмарки, храма Иоанна Предтечи и села Крестовское. Коренная жительница села Крестовское Светлана Александровна Бахарева с трепетом знакомит участников и посетителей ярмарки с открывшимся музеем, создание которого происходило по ее лично и односельчан инициативе. Из Шадринска, из Екатеринбурга, отовсюду буквально здесь едут люди, живут целыми сезонами на территории ярмарки. Было потеряно очень много денег в свое время. Представьте, она гудела целый век с лишним. Прялки, пряслицы, тканые половички, вязаные скатерти, салфетки напоминают посетителям о знаменитых крестовских сестрах Вахрушевых, поставлявших свои изделия ко двору Николая II. Здесь же гончарная продукция, распространенный ярмарочный товар. Железные предметы быта и стеклянные характеризуют небедную жизнь сельчан в далеком прошлом, способных обеспечить свою жизнь удобной современной бытовой утварью. А находки нынешних нумизматов сегодня свидетельствуют о бурных товарно-денежных отношениях в дореволюционном селе. Можно тут много что найти. И крестики находят, и серьги, и кольца, что угодно. Все терялось, это все заносилось пылью веков, а сейчас земля-то все начинает, знаете, у нее такое свойство, она выдавливает из себя на поверхность. Проходит некоторое время, верхний слой прошли, допустим, 30 сантиметров, а потом снова появляются вот эти предметы. У музея уже есть два отзыва высоких гостей. Слова заместителя министра сельского хозяйства страны Дмитрия Юрьева о том, что знание и любовь истории делает нацию нравственно выше. Конечно, эти слова еще не обещают экономического возрождения селу Крестовское. А слова губернатора Курганской области Алексея Кокорина с благодарностью к людям, вершающим благое дело, это лишь оценка увиденного. Но эти слова и есть сигнал к возрождению, которое медленно, но верно происходит. Планы у местного правительства благородные присвоить в ближайшие годы Крестовско-Ивановской ярмарки статус межрегиональный. По нынешним временам это не меньше, чем та 150 лет назад, числившаяся третьей в России. Но чтобы стать деревней Крестовской главной выставочной и торговой площадкой агропромышленного комплекса Зауралия, это очень амбициозно. А почему бы и нет? Ведь еще совсем недавно у нас не было спортивного комплекса мирового уровня в Сочи. А теперь есть. Правда, там трудилась вся страна. Стало быть, и зауральцам надо заявить о своей необходимости на всю страну. И начало уже положено. Ведь не зря сам губернатор вместе с главой Шадринского района и руководителями муниципалитетов принял участие в торжественном открытии на разъезде дорог символического путевого столба, указывающего расстояние до ближайших крупных городов, с которыми у возрождающегося села Крестовского могут счастливым образом сложиться хорошие экономические отношения. А там и с другими российскими городами, глядишь, получится. Потенциал-то налицо. Об этом торгово-логистическом центре уже не просто говорят. Его видят. Я думаю, что наши земляки, наши предки были талантливыми людьми. И на разъезде дорог не напрасно родилась вот эта Крестовско-Ивановская ярмарка. Давайте сделаем все возможное, чтобы мы это вернули, общими усилиями сделали. Я убежден, что Крестовско-Ивановской ярмарке благодаря вам и нам всем, вам, дорогие земляки, быть с праздником мира, добра, здоровья и благополучия. Всем удачи! Спасибо! Аплодисменты!